всем привет снова здравствуйте за браж семерочка и вот такой персонаж получился в прошлом видео я делал именно зоновскую робу которую мы выдали в фильме когда поместили в тюрьму и вот так вот выглядит голову попытался морду более-менее подогнать похожему ну вот есть тут короче отклонение шерсть все-таки сделать очень трудновато вытягиванием или лепкой но где-то в таком духе вот так вот получился прищуренный и вот это в таком духе он выглядит вот такая роба вот такая поза вот такой получился енот ракета что ему можно сделать а можно поприкалываться и сделать ему зеркалку как это будет выглядеть еще не смотрел модифит apology и мира and well и посмотрим вот такой приколист с улыбкой кстати надо еще такую модель сделать голову только поменять а тело именно вот это можно оставить будет ну вот как вариант для будущих работ что работает зеркалка и делает тоже хороший вот модельки такие варианты хотелось бы в этом ролике рассмотреть как на одежду делать швы что нам поможет и как в этом нам подсобить the brush погнали разбираться ctrl z так для начала я открою наверное план 3d и на плане 3d вам уже покажу поменяем световой материал на любимую мою глину так сделаем make polymesh и добавим дивайдов но 263 тысячи пойдет следом открываем стандартную кисть и будем рассматривать варианты погнали сначала можно работать с альфами альфы есть в большом количестве в интернете вы их можете скачать ну их там по вам вот давайте я вам покажу три варианта именно швов делаем дров сайт побольше чтобы вам видно было интенсивность можно меньше больше ставить зависимости от варианта куда вы наносите вот увидите как кисть рисует нехорошо заходим в сток лэзи маус ставим радиус побольше и лэзи радиус ну где-то давайте 25 поставим а вот этот радиус чуть-чуть от на 003 и вот так вот рисует это кисточка вот такой получается шов прикольный рассмотрим второй вариант шва так это ctrl z чтобы не мешалось и теперь посмотрим что еще есть в арсенале интернета двойной шов выглядит он вот так вот ctrl z поставлю дров сайт побольше чтоб вам было видно и вот такой вот двойной шов прикольный можно его водить как вам надо по одежде но чуть-чуть вы видите завороты он не очень любит надо настраивать опять же по в прошлом видео ставить настройки вот такой даже шов можно сделать если все уменьшить так ctrl z рассмотрим еще один шов тоже прикольный в прошлом видео я уже показывал как его делать вот тоже вы видите как он рисует может быть вот таким швом кстати тоже прикольно ничего так и можно его опять же в строк настроить сделать шах побольше и лезер радиус тоже можно сделать до 35 и вот вы видите как он рисует вот так с большим радиусом и теперь строк поставим шах поменьше чуть-чуть и еще раз попробуем вот так вот рисует эта кисточка так что еще может она нам дать если радиус уменьшаем и еще шах уменьшим ну вот где-то в таком духе а если отключить лези маус то получается вот так вот можем рисовать и так вот такие варианты швов есть но еще давайте рассмотрим что есть в арсенале за браш открываем ликбокс и открываем открываем браш находим браш и папку stitch и вот три варианта шва дает нам за браш открываем альфа подгружается и погнали кисточка загрузилась и вот так она уже более четко рисует вы видите что прикольный шов вот такой вот рассмотрим еще какие швы тут есть есть вот тройной тоже прикольный шов опять же швы вот эти альфы кисточки кисти можно скачать в интернете их там бесплатных очень много если кому надо заходите и качайте так еще одну кисточку рассмотрим вот такая кисть если драфсайз уменьшить то получается рисует прям прикольно вы видите можно куда-нибудь на джинсы или допустим я не знаю на какую-нибудь мешковину вот вы видите что она очень хорошо виляет прикольная вот такие есть варианты ссылку на то как делать альфу кисти и кисть кину под видео кому интересно посмотрите ну вот в принципе все что хотелось показать и в следующем ролике в следующем видео я сделаю обзор именно вот на эту модель если кому-то будет интересно заходите посмотрите всем пока до свидания в следующем видео в следующем видео в следующем видео в следующем видео